Енот Полоскун Надюша нашим телезрителям знакома давно. Спокойная и милая она стала частью семьи моей маленькой фермы в 2018 году, 6 апреля, когда ее не без труда, затравленную и израненную, забрали на платном переезде. По сей день истории ее неизвестно. Откуда она взялась и почему была в таком состоянии, остается только гадать. Она, конечно, очень сильно боялась людей. Она была вся истощена, изранена. У нее не было верхней части носика, был травмирован правый глаз, шрамы большие на спине. И она очень сильно боялась людей. Я по ночам читала ей книжки, сидела с ней, чтобы она привыкала к голосу. Потом она стала брать еду с рук. Через полгода она позволила до себя первый раз дотронуться. И после этого ей так понравились эти прикосновения, почесывания, что она даже отказывалась от вкусняшек. И когда к нам приходили гости, посетители, то она подставляла все время спинку, чтобы ее почесали. Явно непростая судьба Надюши, к сожалению, отразилась на ее здоровье. Врачи поставили ей диагноз почечной недостаточности и сказали нам готовиться к самому худшему. Я вот с ней сидел, гладил ее, разговаривал, упрашивал, говорил, напоминал ей, что ее зовут Надежда, и Надежда должна умирать последней. И она согласилась поесть, она соглашалась принимать какие-то лекарства. Несколько месяцев Надюша продержалась, но однажды стало понятно, что скоро придется прощаться. Она еще очень бодро прожила, вот так вот на наших уговорах прожила еще несколько месяцев полноценной, хорошей, счастливой жизни. А вот потом уже она уже явно захотела уйти, потому что когда я ее в очередной раз стал уговаривать, что давай покушай, давай выходи, она впервые в жизни громко гавкнула, вышла из своего дупла и громко гавкнула и сказала уходи. Но мы поняли, что уже неизбежно, уже ей пора отправляться в какие-то другие миры. Вот отпустили, но сделали вот такой сундук, который символизирует надежду, символизирует, что Надежда есть всегда. И напоминает всем людям о том, что всегда надо надеяться на лучшее, делать все возможное, чтобы это сбылось, но принимать любой исход, каким бы он ни был. И вот с этого момента сундучок всегда будет принимать письма от тех, у кого внутри теплится хотя бы маленький огонек Надежды. Дом зверей «Моя маленькая ферма» всегда был и остается местом Надежды. И именно енот Надюша изменила его историю. С нее началось знакомство семьи зверей с зоозащитниками, с неравнодушными людьми, а сама Ольга поняла, что в силах браться за сложные случаи и спасать зверушек даже в критическом состоянии. Вот так енот Надюша своим примером подарила Надежду и другим зверушкам. Кого-то спасли из закрытого трогательного зоопарка, кого-то из сетки в заборе, а кто-то выкуплен с притравочной станции. Все они живут свою, насколько это возможно, счастливую звериную жизнь. Кстати, сейчас дом спасенных зверей располагается в экопарке «Поляны». И здесь обитатели мечтают остаться насовсем. Для этого требуется построить теплый дом, где всем им будет комфортно и зимой. Познакомиться и даже прогуляться с некоторыми из них можно каждый день, кроме понедельника. И заодно положить в сундучок записку с самым сокровенным. А Надежда откуда-то сверху обязательно поможет. Продолжение следует...